Всем доброе утро! Я могу сниматься в фильме про зомби-апокалипсис, и мне не нужен грим, потому что я ужасно выгляжу. Сегодня малыш пошёл на рекорд, и я спала часа четыре, наверное. У него... из него лезут пуки. Но как только мы включаем свет с утра, он перестаёт хныкать и засыпает. Всё проходит. Мне кажется, может он убрать и не по ночам. Он превращается в грозного пука. Ну, в общем, я не выспалась, как обычно. И не надо мне писать, что ты жалуешься. Я не жалуюсь. Что вы хотите увидеть в влоге? Мамы! Да, никаких клубов, выпивок. Выпивок, так говорят. Алкоголя. Никаких-то поездок. Пока так. Короче, мы едем к моей маме. Алишер нас всё-таки отвозит. У него получается. И у меня такое ощущение, что мы переезжаем на вечное поселение, потому что вот-вот-вот там ещё впереди. И в багажнике тоже всё забито. Ну, просто тут пять пакетов с подарками. Ну, вы видели вчера эти вещи. Вот, я не успела ни накраситься, ни даже расчетаться. И всё это буду делать у мамы, когда мы приедем. Ну, малышу хорошо. Он сладко-сладко спит. Я надеюсь, к нему присоединится где-то посреди дня. Сегодня солнца снова нету. Так что я вчера словила отличную погоду. Мы приехали к маме. Моя комната. Вы её уже видели. Блин, мне кажется, что это такие высокие потолки после нашей квартиры. Алишер сейчас ещё внизу. Там остался ещё один пакет. И коляску он заносит. Мы уже с малышом здесь. Сейчас я тут буду обустраиваться. Надо придумать, что куда положить. Смотрите, тут у мамы в углу лежат подарки. Так интересно. Паша, Вове, Наташе, Маше. А мне есть интересное. Алишеру. Наверное, тот самый внизу мне, скорее всего. А это кому? Бабушке, а это дедушке могу поспорить. Да, блин. А вон ёлка мамина. Смотрите, какая красивая. И тут кому-то подарок. Это кому? Ярославу. Ай, как интересно всё. Вот такая ёлка. Суперская. Просто класс. А это я в расстёгнутых джинсах. Потому что они давят мне на шов. Так. Эть, везде меня видно. Ну что, вот мы с мамой. Вот мне нужна такая рамочка. Не нашла я где купить пока. Короче, я сейчас буду... Надо вот эти подарки разложить. Под ёлку положу. Потом в комнате разберусь, что куда положить. Блин, не могу придумать, где пеленальник устроить. И надо накраситься, причесаться, привести себя в порядок. Да, я просто вообще такая. И дальше посмотрим по ситуации. Вообще, сегодня в планах, во-первых, поспать днём хотя бы немного. Во-вторых, надо сходить забрать паспорт. И в-третьих, Марина приедет с Олесей. Мы будем снимать два видео. Не знаю, что в каком порядке будет. Но мне надо нарисовать себе лицо, чтобы быть готова ко всему. Вот какая у меня люстра тут со звёздочками. Но когда я тут жила, люстра была другая. Но она сломалась. Вот такая. Мои биоритмы работают очень обидно. При всём своём желании я не смогла сейчас поспать с малышом. Хотя хотела, но, увы, я полежала с закрытыми глазами полчаса. Без результат. Голова гудит? Жесть. А уснуть не могу. И вот фиг знает, что с этим делать. В общем, сейчас пойду за своим паспортом, за пропиской малыша. Потому что Марина ещё вроде бы не едет ко мне. Так что, наверное, я успею. Тут километров пять до этого места, куда мне нужно. Так что сейчас пойдём. Да, кряхтун мой. Кряхтун, да, не спишь? Кряхтишь? Кстати, вчера пересматривала видео из роддома. Там про него. Вот кряхтун ваш. Он с самого начала. Реально, его любимый звук это... По любому поводу. Господи, до чего голова чугольная? Ладно, это всё временно. Переживу. Я в институте, когда училась, я вот точно такая же была. Потому что мне хотелось... Ну, мне надо было и домашки все сделать. Я хорошо училась, выполняла абсолютно всё. И при этом ещё подрабатывала. Я со второго курса, по-моему, работать начала. А может, даже с первого. Да, вообще с первого, но со второго как репетитор. И ещё я встречалась с Альшером, на свидание бегала. И в итоге я тоже там спала по 5 часов в сутки. У меня голова болела всегда. Постоянно. У меня 6 дней в неделю как минимум болела голова. Я просто всегда жила с этим чувством. Да, малыш доставляет вспомнить. Давно забытое прошлое. Сейчас будет жёстко. У нас коляска сейчас пристёгнута между третьим и четвёртым этажом. С учётом того, какие тут потолки, я буду спускаться минут 10. И спорим, что я вся в споте. Ладно, будем идти. Потому что сейчас, сколько вон, видите, 2.25. В 3 часа открывается паспортный стол. Пока я спущусь, пока я выйду. И, наверное, к половине четвёртого приду туда. Посмотрим, сколько времени это займёт. На машине тут ехать 9 минут. Но будем гулять. Я тут в плитушку в суровой промзоне. У сестрыка намного приятнее гулять. Ничего интересного. И машинами воняет. Ужас. Ребят, это уже. Вот где-то какие-то. Лышки, заводы. Гениально. Автомайка называется автопанчить. Похоже, как у нас тут пыльчков. Я иду. Иду. Вон жёлтый дом. Это площадь камень. Мне ещё для неё надо. Вот интересно. Тут должен ездить автобус. Вот я сейчас иду. Я специально посмотрела. У меня интервал движения. И сейчас должно быть 7 минут. Я подхожу к третьей площадке остановки. Когда я была на первой остановке, этот автобус как раз от этой остановки отъехал. Я думала, не поехать ли на автобус, но не успела на неё. Соответственно, вторая остановка, третья. Я иду уже где-то 25 минут по этому маршруту. И больше автобусов не было. Классно транспорт ходит. Не знаю где. Застрял этот автобус. Он, наверное, в парке где-то. Обратно даже будет за пешком идти. Я уже в полчаса иду, минут сорок, минут сорок, числа шесть. Я справилась. Всё, получила эту форму. Восемь с пропиской. Час шла сюда. Шесть минут у меня заняло подняться в паспортный стол. И там всё получилось. Теперь бегом домой. Если повезёт, сяду на автобус. Ещё хочется поспешить, потому что я голодная. И, по-моему, ребёнок голодный. Он проснулся и не засыпает. Хотя, в принципе, ещё совсем не критично. Он ел два часа назад. А, ну, четыре часа спал. Не знаю, парашют не спит. Я хочу побыстрее домой из-за этого. И я сейчас проходила маленький парк. Там все гуляли с колясками. Слушайте, как в этом парке воняет машина. В Центролицке миллион раз лучше. Стою на автобусе, пушку, автобус. В предыдущей остановке убежал от меня автобус. С этой не убежит. Я посмотрела по Яндекс.Транспорту. Сейчас автобус на предыдущей остановке. Всё приедет. Не пишет, стрелка. Не пойду, короче, пешком. Пусть завёрзла. И вообще-то темнеет и противно. О, вон автобус едет. Я надеюсь, я смогу в него залезть с коляской. Это будет первый раз, когда я попробую в автобус залезть с коляской. И прошло и полчаса, а я уже на своей улице, потому что на автобусе проехал. Супер, вообще, быстро докатилась. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. Ветер будет, да-да. Меня, короче, очень радует наше население, потому что мне все помогают. Я залезала в автобус, мне помогли занести коляску, хотя это было необязательно. Я могла бы сама залезть. С трудом, но могла бы, но мне помогли. И выходила тоже мужчина, помог вынести коляску. Я прям... Ну, я не знаю, я вот никогда не жду от окружающих помощи, как бы. Мне никто ничего не должен. И поэтому, когда мне люди помогают, сами по собственному инцентиве, я всегда так искренне благодарна за это. Еще классно. С тех пор, как я забеременела, мне все помогали, пропускали меня вперед там, придерживали двери, ну, как бы... В общем, помощь была. И теперь с коляской тоже все всегда помогают. Ой, собака. Сейчас ты. У меня ничего нет. Ой, ой. Фу, фу, фу. Фу, нельзя. Фу. 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 Нет, нет, ничего нет. Да. Блин, тут просто... Так, все, пошла дальше. Тут просто у нас промзона. Ну, как бы... Вот эта квартира наша с мамой, она находится на границе жилого района. И промзона. Прямо за нами трамвайно-ремонтный завод. А тут вон, видите, это на нашей улице такая пеня. Я просто иду сейчас вот по этой части нежилой. Ой, я сейчас приду домой. Господи, как у кайф. В теплую квартиру, залезу в теплую кровать и съемлю что-нибудь вкусное. Малыша покормлю. А потом не знаю, что буду делать. Марина все еще занята. Ой, Марина, ой, Марина. А я-то тебя жду. Я наелась. Малыша тоже покормила. Естественно, в первую очередь. И сижу теперь дома, чем заняться. Мы с Мариной перенесли нашу встречу на завтра. Я хочу спать, но не хочу. То есть спать хочется, но когда я пытаюсь спать, мне не спится. Поэтому сложно выбрать. Телефон разрядился. А-а-а, не прочитала я всех комментариев. Надо подождать, пока зарядится обратно. Вот, наверное, я сейчас возьму какую-нибудь книжку из своего книжного шкафа. Выберу что-нибудь почитать. Может, сказку какую-нибудь малышу почитаю. Я не знаю, что выбрать. Что же выбрать, что же выбрать. Что же выбрать такое. Баранкин будь человеком. Хорошая сказка. В стране не выученных уроков. Мэри Поппин, старик Хатавыч. Я с удовольствием сама это просто перечитаю. Вопрос, что же взять. В семь часов тридцать две минуты утра веселый солнечный зайчик проскользнул спустырку в шторе и устроился на носу ученика пятого класса Вольги Костыльковой. Мама наряжает елку. Одной елки маме мало. Мама наряжает вторую елку для бабушки с дедушкой. Все время наряжают елки. Да. Делать тебе нечего. У меня такой продуктивный день. Я так много ничего не сделала вообще. Но поспала час уже. А ты уверена, что он есть? Да, я когда-то покупала примерно пятьдесят целей, но мне кажется, что я весь его не скратил. Я не знаю, где вы. Как аппетитно выглядит эта конфета. Надо что-нибудь съесть. Что-то так спать захотелось. Ну что, похоже, сегодня у меня был выходной. Я ничего не делала по дому, потому что я в гостях. Я смотрела телевизор, я посмотрела елки. Самые первые. Очень люблю этот фильм. Что еще делала? Или он посмотрел одну серию из двух. Купала малыша. Ну и, в общем, поспала тоже часик все-таки вечером. Чуть-чуть почитала. В общем, расслаблялась. Я сегодня даже не проверяла почту, соцсети. Не читала комменты на ютубе. Вообще ничего не делала. У меня сегодня выходной от всего. И от влога, по сути, тоже. Потому что я практически весь день не снимала. Ну, весь вечер. Так что монтировать тоже буду завтра. Сейчас буду уже укладываться спать. Если получится, сейчас двенадцать. И завтра будет предпоследний день уходящего года. У нас тут выставка. В этой люльке будет спать малыш. Это вторая часть от коляски. Это автокресло на постарше. А это его автолюлька, которая сейчас. И да, тут валяются мои вещи. А это куча пакетов, которые я привезла с собой. Надо будет это все разложить. А тут подарки еще, которые надо дарить. В общем, я захламила всю комнату. Ладно. Увидимся с вами завтра. Я обещаю, завтра снимать побольше. Пока-пока.